Апистархоз и дефилобатриоз за этими непонятными для простого обывателя словами скрывается опасное для человека заболевание, возбудитель которого попадает в организм человека посредством употребления в пищу сырой или малосоленой рыбы. Заболеваемость апистархозом регистрируется практически во всех муниципальных образованиях республики, но самый высокий уровень наблюдается в двух районах Коми и Воркуте. Воркута является регионом, выделяющимся на всей территории республики Коми по уровням заболеваемости. В нашем регионе она гораздо выше, чем в среднем по республике. И хотя в этом году у нас в больных выявлено меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в прошлом году за 9 месяцев у нас было 86 человек, за 9 месяцев этого года мы выявили 39 человек с новь выявленным диагнозом апистархоза. Проблемы остаются. Специалисты связывают это с тем, что население нашего города употребляет в пищу рыбу, которая не проходит достаточную термическую обработку. Тем не менее, существует три основных метода правильного приготовления рыбы в пищу. Первое. Это крепкий посол рыбы. Но в соответствии с требованиями санитарных правил, это приводит к тому, что рыба получается очень соленой. А население у нас увлекается малосулкой и поэтому инфицируется. Второй метод. Это термическая обработка. Каждый кусочек рыбы нужно жарить не меньше 15-20 минут. И третьим методом профилактики апистархоза является заморозка. Болезнетворные организмы погибают при хранении рыбы в морозильной камере более трех суток. Специалистами Роспотребнадзора в Иркуте регулярно проводятся плановые и внеплановые проверки качества рыбной продукции в торговых точках. Хочется отметить очень важный момент, чтобы потребители нашего города приобретали рыбную продукцию в сыром, то ли в виде замороженную, или в охлажденном виде, только в условиях реализации стационарной розничной торговли. Так как лица, которые приобретают рыбу в неустановленных местах, то бишь на улице, в неопределенных условиях реализуются, не могут быть гарантированы в том плане, что они употребляют качественную пищевую продукцию. Симптомы апистархоза зависят от индивидуальных особенностей организма, интенсивности заражения и времени, которое прошло с момента заражения пациента. Не рискуйте своим здоровьем и жизнью. Следите за тем, что вы едите.